Это я еще должна тратить свое время, чтобы вам рассказать то, что было. Ладно, рассказываю последний раз, но в следующий раз смотрите. Я управдом. Я хочу, чтобы вы мне дали 2000. Я была в восторге, я ждала этого звонка, как Бога. Моя мечта сбылась. Я на все согласна, уже все. Я вся твоя. Привет, спасибо. Моя клево. Сейчас я... Я на что начну с этого. Извини. Мяшок, конечно, много. Кто хочет избавиться от алкогольной зависимости? Реально хочу. Кушаем дальше. Мне надо. Тебе надо, да? Хорошо. Я на сегодня договорюсь. Может быть, какая-то клиника, там, ампулу какую-то зашьют или закодируют. Будь добра, чтобы ты была абсолютно трезвая. Я уже ****** люблю ******. Боже, куда я вообще приехала, где мои ****** вещи? Я пришла и вижу одни могилы. Насоветовала мне старая кошелка. На кладбище привезли. Юля, подойдите сюда, пожалуйста. Я даже вас не заметила. Меня зовут Андрей. Он страшный. У него, во-первых, я не знаю, линзы какие-то стоят и ногти накрашенные. Ну, это ведьмак. Ты вообще знаешь, что ты сюда пришла? Нет. У вас есть проблемы? Какая проблема? Вы ******? Тебе надо сюда лечь. Как увидела гроб, то мне не помогло даже то, что я с утра мэкнула. Я сразу трезвела, меня начала телепать, я начала орать, пищать. Никуда не полезу, ничего не буду. Нет. Дай бог, ты меня кишешь. Не бойся. Ты не собираешься тебя кидать. Я тут для того, чтобы тебе помочь. Ты понимаешь это или нет? Нет. Я ****** не понимаю. Я думала, что сейчас положат гвоздями соточкой, забьют и опустят. Ты понимаешь, что то, что ты пьешь, это рано или поздно ты там окажешься. Ты понимаешь это или нет? Я ничего не дам, я ничего не дам, я ничего не окажусь. Юля, ты сейчас там будешь лежать, ты понимаешь это? Нет. Выкусил, понятно? ****** лежать не буду, все. Я уже не пью, ****** не курю, все. Как ты не пьешь, но ты сейчас даже пила. Ну и что? Ты подумай о ребенке своем. ****** не курю, братяку, мы сейчас тебя похороним, ****** там за квояжи. Я ничего почти не соображала, что я там молола, что я там не села вообще, меня так телепало жестко. Ну успокойся. Ну все, 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 все. Я понимаю, что тебе страшно, что это сложно на самом деле, Юля, это сложно. Ну, это надо пройти. Я не буду никуда ложиться. Юля, тебе надо сюда лечь сейчас. Ну я согласилась на это, чтобы понять, как оно. Чтоб я боялась. В дальнейшем вспоминала эту ситуацию. И думала, пить или не пить. Все, Юля, слышишь меня? Это для того, чтобы ты осознала, к чему ты себя можешь довести. Мы должны закрыть крышку сейчас. Все. Ну самое страшное было, что она не откроется. ******. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Что там случилось? Не знаю. Доброе утро, Отренка. А что написал? Ты читай. Я что-то боюсь. Доброе утро, Галина. И рада, мне сказала, что ты не справилась с работой администратора, поэтому может твое все-таки творить? Тебя ждут курсы визажа? А там же курсы парикмахера? Надеюсь, тебе это подойдет. А сейчас все-дня будет тоже трассаж. Я была очень рада, потому что визажист я от бога, честно. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Это сегодня будет ваше рабочее место. Алло, очень приятно. Да, девочки, познакомьтесь со своими моделями. Меня зовут Света. Очень приятно, Галина. Я визажист, как следствие преподаватель по макияжу. Преподаватель очень красивая девушка. Ну, понятно, что визажист там не все красиво, что они красятся. Мы для начала должны что сделать? Изучить нашу модель, правильно? По каким критериям? Форма лица. Форма лица, цветотип. Да. Мы можем создать такую снежную, эдакую королеву. Работа будет кропотливая, но интересная. Я ходила на курсы визажа давно, и все уже забыла, честно. У меня есть база, конечно, но она самая такая минимальная, минимальная. Расскажите о своей модели. Только я не могу понять, в смысле девушка весна, зима. Я в этом не понимаю еще пока. Это у нас, скорее всего, весна, которая решила заделаться под зиму. И мы ее сегодня сделаем еще более зимней. Я думаю, господи, за что ж так не повезло? Ну, что я такого сделала? Боже. Думаю, первый день, и вот это такая *** попалась. Вот это не сильно красивая. Я просто люблю ходить моделью. Моделью по обучающему центру. Что только она мне не делала. Приказ. Модель не то, что неадекватна, а вона такая чуть-чуть, ну, типа, десь там, аж она Гузарова. И при себе и ты в космосе летает. Сейчас тебе такие эксперименты буду делать. Я уже привыкла к экспериментам. Не брови вообще там. Одна вот так, другая вот так. Что ты там нарисуешь? А ну, ничего. Все. Дорогам твоим, наверное, будет хана и Богу, потому что это же клей. Я знаю, как тебя будешь дарать. Мне тебе жалко чуть-чуть. Я переживу. Скажу, я, наверное, наращивание брони, если что. Ты рискована баба, отвечаю. Ну, если ты на все готова, то я ей же такую полосочку нормальную сделала. Думаю, ну, что, красиво. Она говорит, я и так красива. Ты ей х**, тут три волосы на х**, ты такая х**, ну, куда? Ну что, как наши ледяные брови? Алло, Алексей, приветик. Это Людочка. Да, Людочка, привет, дорогая. Как у вас дела? Хорошо, я хотела вам похвастаться. Мне вчера айфон новый подарил молодой человек, красивый. Он такой, короче, не пьет, не кури, не матюкается ничего и не знает, что мне делать. У тебя такой букет болезней. Давай что-то одно выберем, самое важное и срочное. Что мы думаем исправлять? Внешний вид, манера общения. Хорошо, а когда я подумаю, кто тебе может в этом помочь? Спасибо большое. Спасибо. Все, Тём-Тём, пока. Пока-пока. Олексей прислала смс, познакомься со своей знакомой, пообщаешься с ней на счет своей проблемой. Припомни, какие-то знаменитости его знакомые. А мы на земле. Даже не думай что-то от меня, где у нас всё остаётся всегда. Здрасте. Привет. Меня зовут Ксения. Людмила. Мне Лёша позвонил Гончаренко, рассказал твою историю, позвал меня на помощь. Вот берём сейчас гардероб, потом всё расскажешь. Угу, спасибо. У нас симпатичная такая, интересная баба и на понтах. Я вот на тебя посмотрела, как ты характеризуешь свой стиль в одежде? Что купила, то и ношу. Потому что это модно, стильно, молодёжно. Хорошо, а ты готова меняться, готова к каким-то метаморфозам? Конечно, потому я пришла сюда. Я так поняла, что парень какой-то особенный, да? Интеллигентный, на солидоле весь. Предлагаю одеться под стиль твоему парню. Пока я тебя ждала, я всё же что-то присмотрела, потому что Алёша мне сбросил твою фотку. Как тебе это пальто? Да. Цвет мне не нравится. Нет, вообще ценят. Но меряем. Окей? Мои уги, блин, за шану за 60 гривен было красивее, что пальто. Сейчас мы подберём под него низ. Вот этот костюм. Это очень модные сейчас трикотажные такие вещи. Да вы же. Ну померяем. Пижамка, оказывается. Ну куда я в нём пойду? Она, кажется, для высшего общества, мы надеваем. Всё, пижаму ещё и под пальто. Это вообще ***. А я сюда по... А вот такие. Это же нам кэжуал, образ кэжуал. А ты на кэжуал. Кэжуал для меня это стиль. Вот я сейчас где-то не по кэжуалу. ***, ну по модному это по кэжуал, по стильному типа. Мне очень понравилось вот это пальто. Что скажешь? Тоже мне не нравится. А что тебе нравится? Давай вот... Вот то, что сейчас на мне мне нравится. Только его чуть-чуть приукрасить и классно. Я бы не сказала, что я вылежу накрасиво. У меня такие личико симпатичные, что мне всё к лицу. Ну что это? Впадает, что грудь велика. А зачем такое носить? Ну так так надо. Что что-то хоть выделялось. Зачем? Это же вульгарно так ходить. Давно завидовала моим сиськам просто, что у меня большие. Такие сочные. В груди. Главное и всё. Смотри, какая прелесть. Угу. И возьмём чёрные лодочки такие. Лодочки ещё? Чтобы я ещё меньше казалась, да? Лодочки? Это туфли на шпильке. А, да, она сюда. Похвырём? Ходит, да. Ой, ну я же вообще-то на стилу, что я не знаю, ходит интеллигентно. Ну красиво ходит, да и ходит. И вообще у некоторых дебильные наряды, какие я бы никогда накупила. Людок, ты готова? Да. Давай, выходи. Там света нет, дышать нечем. Может, это выглядит плохо. Ужас, короче. Ты понимаешь, что если ты будешь пить, ты реально будешь лежать уже не так, как сейчас? Тебе этого хочется? Я просто представила перед собой картинку, как мой ребёнок это всё видит. Да я не хочу, я же на меня ребёнок, *** смотрел, когда хранят маму. Вот ты сейчас правильно подумала. Ну ***, это плохо, когда близкие все видят. Подумай о том, что она может остаться одна без тебя. Ну как это, мамы нет. Нельзя, мамы своих детей не бросают. Ну я не хочу, чтобы она осталась сама. Ты что, фу, мне *** не по себе, ***. Не, мне такое не надо, потому что пить не буду. Я вам обещаю. Я думаю, что она переосмыслила все свои ошибки. Сейчас многое зависит от неё самой. Буду жить долго и счастливо. И умру в сто восемьдесят лет. Потому что я это сама решу и захочу. Людок, ты готова? Да. Давай выходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Втягивай живот, давай. В принципе, ничего. Мне нравится. Мне тоже нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ну это лучше. Конечно. Это лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая прикольная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь, что в платье ты живот втягивала? Давай здесь втягивай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так тут не могу. Ткань такая, чтобы нам не позорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему ты не накинула сверху жилет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пижама тоже, блин, дурацкая, спортивный костюм. Куда я *** пойду? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, президента вот. А это инаугурация президента. У меня в кожухе яркая какая-то. Изначально мне нравилось само сочетание цветов, фактур. На тебе не нравится. Что касается наряды на свидание, доверься мне, я сама его выберу, окей? Хорошо, ладно, я согласна. А ты, неправда, обманула? Не, на доверяние. Вот, собственно, тебе мой сюрприз. Ну, если он тебя пригласит, наденешь. Не пригласит, я тебя куда-нибудь сложу, окей? Спасибо, да. Пошли в кафешку повсплеить ничем немножко. Ну что, как наши ледяные брови? Леденеет. Почти-чуть. Это стеклярус в клею. У вас скоро и пинцет можно будет приклеить к брови. Да, мне нужно клеиться. По количеству клея. Так я и щепушь попал, ***, блоха. Что красиво и не сделаешь. А ну, открылась. Как красиво. Королева снежная, ***. Потому ты нежная. Ну, так сделай. Чуть-чуть. Не-не, прикрой. Не, чуть-чуть, я так. Ну, ладно, не надо. У меня губы одна вот так, другая вот так. Ну, как накрасить, я не знаю. Да. Все, уже ***. Уже ничего не исправишь. Возьми белую краску. Да не говори. Я говорю, не розоварюй. Дві минутки. Пожалуйста. Хай этот акварель высохнет. И все, потом. Разумею, потому что Аня смеется. Богатенько. Да? Ага. Доча Петра Станова. Вова Зеленського. Опять базары, ***. Я говорю, ты не розоварюй, ***. Я уже *** витратила, ***. Тоди корректор, ***. Можно вас, мама? Держи. Да. Я вижу перед собой небрежную куру леву. Я хотела сделать, знаете, карлик вин, чтобы она чуть-чуть вылюдняла. Все очень хаотично, асимметрично, небрежно. Можно учиться. Как тебе здесь? Хорошо. Атмосферненько. Расскажи мне подробнее, где вы познакомились? В инстаграме написал мне. У меня аккаунт раскрученный же. Ты на него хочешь произвести впечатление? Да. Хочу. А смысл, если ты ему понравилась, уже такой, какая ты есть? Ну, видно, не намекнув, скажем, а ты бы смогла измениться ради мужчины. Значит, может, они-то ей не нравятся, правильно? Ну, видно уточнял. Ну, он не озвучил, да? Не-не-не. Ну, я сама уже поняла так. В любом случае, надо обязательно будет интересоваться всем тем, что он тебе рассказывает. А все, что он мне рассказывает, должна говорить, ух ты, ничего себе. И поверь. Ого, ничего себе! Я там люблю тренироваться. Ого, ничего себе! Я люблю пытьком. Ого, ничего себе! Я вожу машину. Ого, ничего себе! Нормальный советик такой дельный. Ничего не надо, хлопаешь глазами. Ого, ничего себе! И все. А он хоть трендить. Еще момент. Да, ты уверенная в себе девочка, все окей. Но я бы все-таки сидела более собранно. Да, слишком ты развалилась, как в киоске. Декольте. Декольте я перед ним так не вымахаюсь. Нет. Честно, я сама уже пожалела, что я его надела, эти декольты. А так да, иногда можно выйти там, чтобы похвастаться, как в тебе бюст офигенный. Она знает свои сильные стороны, и она на этом вот очень часто играет. Вопрос в том, до конца ли она уверена в том, что ей нужно работать над своими манерами. Ты сходишь с ним на свидание, прислушавшись к моим советам. Я искренне переживаю, как у вас все пройдет. Спасибо большое. Я ушла с хорошими эмоциями, адекватными. Я уже чуть-чуть начала задумываться насчет ей совета и над своей поведенкой аморальную. Добрый вечер. Окей, это так. Я в околобересе. Чего там уже? Короче, ишла домой, нашла, ***, дорогие друзья, сердечные ***. ***, да низкость где-то. Иду домой, смотрю, висит объява. О, клуб анонимных алкоголиков, почему бы и не сорвать? Сердечно приглашаем всех на собрание анонимных алкоголиков. ***, ***. Это святки его, я дедушка, или субботник. И бабки будут с тебя брать? И секта алкоголиков, как оно правильно? Ну, это группировка, не бомжи. Как это? Клуб анонимных алкоголиков. Представляю, что там за контингент. А где ты была? Короче, закапывались с этим меня экстрасенсом. Вот так закапывались. Я приезжаю на кладбище, он начинает мне там, типа, ложись там, макинтож, белые тапки. Ложилась чи нет? Ну, в гроб ложилась, мне накрыли крышкой. Туда именно, ну, в землю эту не ложилась. Я, конечно, ***, ну, я б не ляла. Я думаю, что она дальше будет клюкать, ей не поможет той гроб. А вы как день провели? Я вообще никак реально. Мне повезли сон красоты. Там надо было эти самые брови клеить клеем, потом вверху там какие-то блестинки делать, короче. Там фэшн макияж, фэшн. Я сама хуже все сделала, все психанула, короче. Так би обидно было, дуже сильно. А ты что, подружка? А я что это? Ничего, а я ничего. Приехала в торговый центр. Вона там сидела, это какая-то дама. Мама, мне Алексей ей дав, ей контакты, чтобы она мне помогла с Максимом. Ничего на следующем свидании, уже буду меняться, уже не буду бухать там, як скотина, и не буду матюкаться. Потому что это некрасиво с моей стороны. Моя любовь. Моя девочка. А ты сходи все-таки на эту секту, может, друг, ну... ***, не поможет. Это какой-то развод будет. Такая ей доля ботилкашка, ***, что за такого? Подожди, Галя, началось. Опять начинаю. Кажет дань цей гості. Это небось бабушка за деревом. Проходный дверь. Я ждала увидеть вот эту бабку, что мы ей 2000 дорожим. Ааа, при часах стукаешь, привет. Откриваю дверь, я хат цей Людкин, Максим. Привет. Привет, дорогая. Ты, извини, не смог вчера приехать, очень занят был по работе. Нет, ничего, так неожиданно. Ну, решил с утра тебе сделать сюрприз. Было так счастливый ваш Алина пришел, что мы встретились, я уже заскучала за ним. И еще небольшой подарочек. Спасибо. Что тут? Смотри. Тиффани. Сережки? Спасибо большое. Двузики такие. А я смотрела фильм о Тиффани, потому что это вообще очень мега крутое. Услышала я, о, класс, там приветики. Думаю, господи, что там за приветики. И захожу я, сидит какой-то кент в фуфайке. А что-то тут такое происходит. Юля, ты знаком с вами Максим. Привет. Юля, очень приятно. Очень взаимно. Симпатичный. Но в фуфайке... Фуфайка на нем так себе была. Або бабки на Людкин же шейф он все потратил. И у меня есть для тебя еще один небольшой сюрприз. Только мне нужно, чтобы ты снова мне доверилась. А что делать? Дай мне руку. Дай мне руку. И сюда засунь в карман. Думаю, что это началось. Там карман. И скажут дальше, дальше, сын. Такой парень раскрепаченный. Медленно. Медленно. А я за собой и сразу на ощупь чувствую. О, Боже, там черепашка! Да! Спасибо! Я хотела черепашку! О, моя Буся! Я хотела еще меньше, правда. Но и сам пойдет. И они такие маленькие, такие прикольные. Без защиты такие. Ну я вообще, я очень рада. Я очень хотела черепашку себе. Бо за ней мне цена надо убирать. И они прикольные. *** Я думаю, *** ты ей принес. Ее ж, кстати, мыть надо. Бо она же завоняется. Зарослями покроется. Мохом. Это, кстати, он. Что это значит? Ну, мальчик. Как ты его назовешь? Да! Я назову его это, Максимка. На самом деле я ее назвала Адольф. Ну при нем я буду называть ее Максимка. Для чего ему приятно стало, чтобы он думал, что когда будут гады черепашку, думать про него. Ты чаще заходи в гости. Офига, где вы какая? Прикольно. А ты попробуй, как она. Вон надо же массажик делать. *** Комната да кто? Шо бы доделать? Я говорю, Люда, если надо ***, я ебашку сразу сидит. У него и какашка такая маленькая. Что с ним прибираться? Мы будем так кушать вместе с кормом. Черепашки кушают свои какашки. Аж они живут по 100 год. ***, так надо неэкономно. Ну тебе понравилось? Да, да, очень, очень приятно. Спасибо. Мне уже нужно ехать по работе. Извини, я тороплюсь. А когда встретимся-то? Ну я... Ты скажи наперед, что ты еще хочешь. Я уже сказала про силиконову гору. Ты помнишь? А, забыл уже, забыл. А еще можно и подружкам. Да нормально, круговая подписка у вас. В следующем свидании, хай меня не удивляет. Меня уже *** удивишь. Я уже прийду, не дай бог сюрприз не подарит. Все хорошо, да я свяжусь. Все, пока. Пока-пока. Пока, Максим. Все, до свидания. Одну знакомство. И мы тоже, пока. Ой, Максим меня уже разбаловал. Если честно, скоро вообще в него влюблюсь. Потому что я все когда делаю такие подарки, я начинаю истекать, как это, блин. Шоколад на костре, *** зефирка в полумье. Ну, думаю, надо все попробовать. Если уже в гроб ложилась, то и пойду в клуб. Здрасте. Привет. Я думаю, куда я попала и где мои вещи. Куча бутылок, люди сидят. От молодых до пожилых. Изброд блатных и шайканищих. Здравствуйте, рада всех приветствовать. На сегодняшней группе «Жизнь без вредных привычек». Меня зовут Эльвира. Специалист по проблеме зависимости. Одно единственное условие в данной группе – это приходить на собрание трезвым. У нас новый человек. Давайте его поддержим. Может быть, поаплодируем. Там, группа поддержит. Спасибо. Я, Костя, алкоголик. Дед сидел один. Он такой убогий был вообще. Фу. Ну, там на нем грязные джинсы были. Ну, такой, допился. Я в шоке. Я сразу такая, оп, у меня картинка в голове. Думаю, это же я такая, может быть. Я в шоке. А что привело тебя к нам? Значит, я хочу бросить пить. А были попытки какие-то прекратить употребление? Были. У меня был такой случай. Поехала, закодировалась. И что вы думаете? Сделали укол, подмышку. Все как надо. Вышла, приехала домой. Думаю, ну-ка, сейчас я попробую. Действует или нет. А я подписывала, что там скопычусь. И я как раскодировалась, что не видела два дня вообще на очи. Ну, после гроба я уже не лекаю все. Вот было, да, у меня. Как бабка пошептала. Юль, что можем мы дать тебе? Возможно, ты хочешь услышать опыт какой-то, как люди с этим справлялись. Да. Видите, я бросал раза четыре в жизни точно на какие-то определенные промежутки. У меня жена рано умерла, там, сорок с копейками лет от водки. Конкретно умерла от водки. Дедушка, который слева сидел, мне его очень жалко. Он очень, ну, такой, оно видно, человек хороший, но просто довела его судьба до рюмки. Один из опытов бросания пить у меня был конкретный. Мне порекомендовали уехать в монастырь. Я пыталась слушаться, прочувствовать на себе их вот эти все рассказы. Тебе есть чем в жизни дорожить? Да, у меня есть ребенок. Как ты считаешь, ты бы хотела, чтобы ребенок знал, что у него мать алкогольничка? Нет, не хотела бы. Так, погнали эту тему, плохая для меня. Весь ребенок. Нет, то есть ребенок это сквозь призму стакана. Твоего стакана видится тебе в жизни. В конечном итоге ты его просто тупо потеряешь. Мне мама говорила, если я типа не завяжу с бухлишком, то она у меня заберет ребенка. Мне сказала, что у меня есть клиника, да я смогу похудеть. Ну, я пошла. Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Я Люда. Очень приятно. Присаживайтесь, пожалуйста. Когда я шла, конечно. Я верила, что могу без спорта похудеть. Надеялась на это, по крайней мере. Думала, что мне поможете врачи. Я сегодня специалист по похудению. Мне сказали, что вы хотите похудеть. Да, да, очень хочу. В данном случае мы сейчас используем азонотерапию. Треба шприцом вкалывать воздух, азот. Ну, чтобы жир рассасывался, чтобы жир выходит через другие места. Так сказать. А вы мне там червяков не напускаете, чтобы я думаю… Оборот азон все это убивает. Подождите, я чуть боюсь. Что я могу передумать? Все будет хорошо, вы не боитесь. Я все околы… Ну, типа я не то, что боюсь. Ну, мне просто… Вони неприятные на самом деле, эти околы, эти околы. Они уже плохо становятся. А сколько это… Подождите, а что это такой огромный шприц? Я как шприц увидела, я уже… Подождите секунду, нет. Так, давайте. А вы пустили туда азот или нет? Подождите секунду. Все там есть, все. Вот такие будут маленькие окольчики. А, господи, нормально. Ну, она мне кольнула. Скажет, вот так и будет проходить вся реалибитейшн. Все нормально, молодцы. Видите? А то, что оно печет, она не сказала. Мне печет живот. Вот это он вжигает в вас жир. Вот думайте, что все уходит, вас все сбудется. Подождите, не надо. Дуже печет. Могу уже терпеть. Так, я подруги. Нет, не надо, пока подруги. Нет, тут чуть-чуть. Она дальше колы и колы. У нас еще больше печет, печет, печет. Аж слезы начали литься. Какие сейчас их прибыли? Куда шприцов? Ну, надо что, ну, вашу ***. Нет, вы молодцы. Все, хватай, пиши, не хочу. Не хочу, это больно, блин. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина. Очень приятно. Меня Анна зовут. Я буду вас сегодня обучать парикмахерскому искусству. А где ваша модель? Модель? Да. В смысле модель? Что тут же модель треба? Так, а какая модель для меня есть шукать? Давайте будем искать мальчика. Я думаю, мы на кукле будем делать, а это человеку ризать. Так где его искать? Не знаю, вы хотите на улицу ищите. На улице искать? Что серьезно? Да, да, бегите ищите. Ну серьезно, я здесь никого вам не найду уже. Я ищла вообще без настроения. А это мужика шукать. Мужики вечно заняты. Все, думаю, боже, я никого не найду. Ну який-то дурак согласится. Ні, хоть я согласилась честно. Потому что на шарка и уксус сладкий. Я все на шару люблю. Мені любе голубе, честно. Мужчина. Стояночка. Здравствуйте. Тут попадается один старый охранник якийсь. А стрижка надо? Нет. Другий там дворник. Знаете, какими это на эти стрижки? Так. От тысячи долларов. Я же не кролик подопытный. Третий бомж, ***. Я на фешнвиках там участвовала. Все, мы стрижечку сделаем? Да нет. Думаю, ой, если бомж, то я сказал, не-не-не, не пойду. Перехмахерская судья отменяется. Я же будем ходить, дойдем до Святошина, поки будем шукать. Короче, думаю, сейчас дойду назад. Если не найду, то все, даже не попрощаюсь. Пойду домой. Машу чувак якийсь иди. Стрижка бесплатна, надо? Сейчас, пройдите секунду. Кому? Вам. Модель надо. Я просто иду сейчас на улицу, мне приближает просто... Модель надо, да. У меня модель просто заболела. А куда идти? Вот салон рядом, вот. Два шага. Пройдем? Ну, не бойтесь, пошли где-то. А это не растет, нет? Да нет, конечно. Ну что, я на дурочку похожа. Думаю, боже, и ты дурак, так жалко было у хлопца. Но курсы, что все равно надо. Миша, я аж важнее. Ну что? Нашла. Все нормально? Раздевайтесь, присаживайтесь. Вы немножечко уже в курсе, как, что делать? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Мне мама говорила, если я типа не завяжу с бухлишком, то она у меня заберет ребенка. Юля, а если представить, что дочь заберут, что будет? То это будет капец. Я, наверное, вздернусь, если ее у меня заберут. Все. Фу. Почему? Потому что у меня не будет ради кого жить. Смысл? Я гроблю свое здоровье, еще ребенка заберут и все. Ой, зачем мне тогда жить? Когда я рассказывала, я думала, они меня будут осуждать. А они в итоге меня поняли, поддержали и приняли к себе. Я вышла, иду домой. Слышу, сзади кто-то крадется. Все, хватает. Да, Беда, еще один. Да, блин, да все. Это последний. Мне же хотел приседать было, отжиматься там, бегать. Лишь бы не колол. Все, нет, не надо мне больше гладить. Больше не хочу. Ну, все тогда. Все пройдет. Давайте я помажу. Не надо. Я салфеточкой просто. Губы качать не так больно, как все жировые складки убирать. Лучше бы губы себе накачала пять раз. Сейчас мы еще на одну процедуру пойдем. Я думала, что, ***, ну, одна процедура лучше другом будет. Думала, пиявки какие-то будут в меня высасывать жир. Здесь я вам могу предложить процедуру гидроколонотерапию. Это очищение кишечника. То есть большая кризма, можно сказать. Что? Не переживай. А в каких целях вы вообще этим увлечены? Хочу свой салон красоты. И лезу в разные русла, чтобы узнать, что да как. Мне было очень страшно, честно. Потому что я понимала, что я сейчас накосячу так, что в детстве так куколы резала, что мамка приходила и сказала, что это *** она. А это же мужчина. Сделала проборчик. Очень хорошо зажимает прядь между пальчиками. И четко, фиксировано срезаешь. Давай, пройдем. Думаю, ладно, вроде же запомнила. Вона вот и шла и говорит, брать те должности, не понимаю, что делать. Так вот и ножницы есть. Так нервничаю, я вроде себе стрижу его. Короче, минут 15 настраивалась, как его правильно взять, там еще вытягивать. Боже, это так сложно. Вот так, да? А, все, я уже запомнила. Леша, чего ты? Так страшно. Я тебя прошу. Только чик, бачу на рівно, оп, и опустила. Ну, чтобы без палева. Вообще я в шоке, такого же рівного не бачила. Мені даже так рівно не стригли, прикинь, как я тобі. Мальчик молодец реально. Вон понимал, конечно же, я брешу. Вон же не дурак. Сейчас тебе просто режеш губу. Таечка, смотри, у тебя волосы постоянно сухие находятся. Сейчас сделаю. Сначала у тебя преподавательница, она была хорошей. Ну, там помогала чуть-чуть. Ножницы с расческой держишь прямо над человеком. Хочешь открыть салон красоты? Хочу. Открою. Хочешь жить, понимаешь? Що, всем? Якщо ти не будеш цього-всего знать, то тебе х**ть буде салон. Я думаю, тебе х**ть вообще. Я буду директором. Я можу, вопло, ще нічого не вміти. Ты не психуй, если ты собираешься этим заниматься, а делай так, как тебе говорят. Когда она начала мне базарить про салон, что там у меня не получится, у меня это у меня все. Это был пик. Большая кризма, можно сказать. Що? Х**ть, не буду этого делать. Вы чо? Не знаю, что за х**ть это делают. Мы пропустим через вас около 20 литров воды. Она будет входить и выходить. 20 литров она хотела в меня впустить. 20 литров. Туда и назад. Туда и назад. Туда и назад. Люда, ну вы же настроены похудеть. Да не хочу я уже худеть, х**ть. Такими методами дебильными. Психанула, говорю, до свидания ушла. Я в другий раз до ней не пойду. Не пойду. Вже согласна, блин, спортом заниматься. Потому что она х**ть сама походи без уважения этих методик дебильных. Галя, ты куда? Мне просто уйти, чем сейчас начать там скандал, опозориться и показать, какая я бичка. Урока. Дебильный. Ничего не понятно. Немаю это все. Я вообще не представляю даже, как это можно стрихть, х**ть. Вообще даже не мечтаю этим заниматься. Пока я ехала, короче, подумала, что ходю на те курсы, х**ть, что ничего не помогает. Я думаю, сделаю салон красоты на дому. Хорошо, ага. Давай, давай, давай. Пока. Целую. Перевернулись. Что ты, Петровичка, с кем ты говорила? С Максимом разговаривала. Ой, капец. А я ходила опять на те курсы, х**ть, парикмахерского, то вот все. Те фигни. Да все, не мое. Я бы ехала домой и решила, что сделаю свой салон Клеопатра на дому. А что, была не была. Я ж могу красить. А как ты его сделаешь? Ну, он с тупостью рекламы может нам подписчики давать. А я даже тебе могу распиарить. Да, ты как раз репу сделаешь. Ну и начали писать. Витки. Реваю. Смей. Салон. Краси на дому. Клеопатра. Пиши косметика, визаж и прически. На любой смак. Любая голубая. Любая голубая пиши. И лицей. Пиши дальше. Визаж. Молодая кожа, 400, старая, 800. Давай 399. И 799. Да. Ага. Это всегда в манне. Да, я всегда. Пофигели тогда. Ага. Все не поставили. Ну правильно. Слышишь, они ж не идут до какой-то Василии, до той Маруси. Это ж Клеопатра, типа бренд. С Богом. Иду домой. Слышу, сзади кто-то крадется. Поворачивай голову, а это Чупака, брата, которая сидела в клубе анонимных алкоголиков. Боже, молодой человек. Я на улице не знакомлюсь, если что. Идите до дому. Серьезно? А где вы знакомитесь? Я иду домой. Ни день не знакомлюсь. У меня муж есть. Семеро детей. Восемь внуков. Пять абортов. Все. Не трогайте меня. Начал уже клеить. Слышь. Ну что вы пьете, кстати? Я не пью. Серьезно? Я уже не пью, да. Вот это сходило. Прицепился ко мне. Парень мачо. Прилыб, как *** до подошвы. Я просто думал выпить, как бы, ну. Я не пью, молодой человек. Все. Я сказала, что я не пью. Я тоже не пью. Ну и все. До свидания. Знаете, я вам скажу, что я хотел бы выпить вот с такой барышней, как вы. Потому что вы национальная. Вы настоящая. Я уже не пью. Понимаете? Короче. Все, пока. До скорой встречи. Надеюсь, это была наша последняя встреча. Мне начала телепатия, перепугалась. Начала текать от него. А он за мной на своих педалях. Думаю, боже, капец. Вот это мужчина. Он за мной гнался до самого дома. Спасибо, что я тебя провел. На здоровье. Пожалуйста. Я бы хотел, как бы, продолжить общение. Все, я замерзла. Я тороплюсь пока. Да какую? Подожди, Лёв. До меня как не х**, так тряска. Ну слабые мужики тут в Киеве. Нормальных пока нет. И липнут одни п*** алкаши. Ууу, несу себе. Разница рисун. А это курочка взялась. А это я готовила. Юля, ты пьешь? Ну, сегодня у меня был такой стресс, мне можно грамм двадцать чуть-чуть. Давай. Сделали себе такой, девичий вечер, короче, сидели, базарили, базарили. Юля, как в тебе прошла встреча? Никак не прошла. Один, ***, прям погнал за мной. Алкоголик? Да. Приглашай его в гости, мы с ним выйдем. Мне надо, ты как побачишь его, ты похудеешь на килограмм 20 сразу же. Там, ***, забаба, там таки ***, как с могилы вылезло. Голюс, а ты там что там? С тобой все ясно. Ой, у меня вообще ***. Это Гончаренко с Топудова. Здравствуйте. Здравствуйте. Открываем дверь, два чехла. Я сначала не поняла, что такое. Тут Юля живет? Юля? Да, мы знаем, что тут Юля живет. И что вам надо? Мы пришли в гости. Знакомьи, да? Юля, Юля, иди сюда. Заходи, ты заходи. Это ***, потому что я увидела эту чупакавру в капюшоне. Я когда его вешаю, у меня начинается панический страх. Я не могу, он настолько меня пугает своим видом и присутствием. Мне так кажется, что я еще раз в гроб легла, а бы он не только рядом не появился. А ну, пойди, пойди-ка сюда. Боже, ***, это неадекватно. Иди-ка сюда, мой сладенький персик. Моя сладенькая. С***, не свяду. Б***ь. Номер давай туда, если ты не очень рада была. 50 туда за стол. Выпьем. Давайте познакомимся. А что такое? А можно мне принцесса моего заменять сядь? Никакая принцесса. А что это за дела вообще? Ну, ты, он говорит, будет тебе всегда жить. Зачем оно мне надо вообще? Это не доробло. Давай до дна. Давай, мочи. Давайте. За что? За кого? За Юлю твою милую миледичу. Я хочу выпить за вот это вот прекрасное создание. Что оно такое одно в нашей жизни. И других таких уже не будет. Мама дорогая. Так что, горько? Целуемся или нет? Какие ***, горько я сейчас. Я прикалывалась и провоцировала. Им постебаться поржать, а мне потом разгребать всю эту ситуацию. Каос. Рень об террор и дезорг. Ну, быстро начали понти гонять, что он там едет. Паркуристом. Танцы, песни, пляски. Всюха нормально. Потом уже начали мезуткой подогревать танцпол. Ну, короче, у нас сейчас один бошь конкретный. Соседи вызвали полизу. О, пилиция. О, начало. Менты, менты. Нет, это в натуре вызвали соседей. ***, ***. Первая реакция какая? Тикань. Вы давай тиканьте. Не знаю даже, где эти ***. Два мандари наделися. Полиция Святожского района. Открываем. А вы не имеете права повторяться? У нас что? Прошу вас садить. Пожалуйста. Открываем дверь, а то сейчас будем взламывать. Вы слышите меня или нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Старший лейтенал. Здравствуйте. Здравствуйте. А что мы это делаем, ребята? Я вас умоляю, пожалуйста. Вам надо предоставить только документы. Уважаемые, к сожалению, мы должны приехать с нами. ***. Серьезно? Конечно. Я была пьяна, мне ничего вообще не страшно. В мусорке я была не один раз. И сколько меня матушка выкупала. Так что для меня это как то... Заходят как дети в школу. Добрый вечер. И потом я выкупаю, что мы едем в СИЗО. И потом я выкупаю, что мы едем в СИЗО. Я умоляю. Мыkaa-потажем. Удаляяй. И там об этом. Ха-ха-ха. Удаляяй. Удаляяя. Постарта. И так же. Удаляяяя.